Всем привет, вы на канале Девайс. Интернет сегодня есть практически у каждого человека. Многие не представляют свои жизни без подключения ко всемирной сети. Для кого-то это бесконечный источник развлечения, а кто-то зарабатывает там деньги. И при любом сценарии использования необходимо надежное соединение, обеспечить которое можно используя проводное подключение. Но это неудобно, уж не говоря о том, что даже ноутбуки потихоньку лишаются порта Эдернет, а в смартфонах их никогда и не было. В таком случае на помощь приходят роутеры, но абы какой не подойдет, ведь некачественная модель будет постоянно прерывать соединение и выдавать неполную скорость. Чтобы избавить вас от этих проблем, я решил подобрать 8 лучших роутеров для дома. Я постарался найти наиболее разнообразные модели для всех форматов использования, так что смотрите ролик до конца, чтобы выбрать то, что подойдет именно вам. Ставьте лайки, подписывайтесь и кликайте по колокольчику. Пишите в комментариях, пользовались ли вы каким-нибудь из представленных роутеров. Все ссылки на модели из ролика есть в описании. Приятного просмотра! Открывает список бюджетная модель от Xiaomi. Этот роутер находится на самой нижней границе цены, ниже которой найти что-то хоть немного адекватное практически невозможно. Здесь же помимо стабильного подключения и стильного дизайна получаем скорость до 1167 мегабит в секунду и два диапазона 2,4 и 5 гигагерц. Работать одновременно они не могут, но за эти деньги в принципе наличие 5 гигагерц уже приятно. Для подключения устройств по проводу есть два LAN-порта. Скорость их всего по 100 мегабит, но эта модель и не претендует на какие-либо рекорды. Это стандартный роутер для небольшой квартиры или комнаты в общежитии. Для базовой учебы, работы, скачивания фильмов и игр со средней скоростью его вполне хватит. При этом умещается устройство практически куда угодно, ведь имеет размеры чуть больше, чем у современного смартфона. Сразу 4 внешних антенны обеспечивают надежное соединение даже при большом количестве одновременно подключенных устройств. А фанатам Xiaomi понравится поддержка фирменной системы умного дома. Кстати, напоминаю вам, что у нас есть канал в Телеграм. В нем вы сможете найти множество топов, сборок и новостей из мира технологий. Подписывайтесь, ссылка в описании. От ультрабюджетного решения переходим к его полной противоположности. Этот роутер разрабатывался Asus специально для геймеров и киберспортсменов, поэтому он обеспечивает железобетонное соединение в любой ситуации. Беспроводные каналы в общей сумме способны выдавать больше 5 гигабит в секунду по воздуху. 4 порта LAN обеспечивают скорости до 1000 мегабит каждый. Также здесь есть сверхбыстрый USB 3.2 Gen1 Type-A. Он пригодится, например, для создания быстрого облачного хранилища для дома. А еще поддерживается использование роутера вместе с модемом. Так можно получить Wi-Fi в любой точке, где есть электричество и мобильная связь. Разумеется, устройство поддерживает новейший Wi-Fi 6 и диапазон 5 ГГц. Причем последний работает одновременно с 2,4 ГГц, а не по очереди, как у недорогих решений. Стоит отметить, что гаджет может работать не только в режиме роутера. Производитель позволяет расширить домашнюю сеть, используя устройство в качестве репитера или узла AI Mesh. Эта технология используется для создания отказоустойчивой системы Wi-Fi. В устройстве такого уровня нашлось место и для всех видов защит, которые только могут понадобиться в домашних условиях. Но перечислять их все здесь нет никакого смысла. Напоследок отмечу, что любителям организовать подсветку рабочего места пригодится поддержка системы синхронизации AuraSync. Гаджет от TP-Link пригодится тем, кто хочет получить быстрое и качественное соединение, но при этом не хочет отдавать за это стоимость неплохого бюджетного смартфона. Archer C80 поддерживает одновременную работу обоих диапазонов Wi-Fi, а общая скорость может достигать 1900 Мбит в секунду. Этого с головой хватит для домашнего использования. Четыре внешние антенны позволяют не волноваться о том, что в какой-то комнате будет плохое соединение. Но если нужно покрыть очень большую зону, то тут есть поддержка Wi-Fi Mesh. Эта технология аналогична AI Mesh от Asus и позволяет не только обеспечить отказоустойчивость, но и расширить зону раздачи Wi-Fi. Все устройства в сети, кроме основного, начинают работать в качестве беспроводных маршрутизаторов и передают сигнал дальше к нужному узлу. Из коробки гаджет поддерживает разделение сети на общую и гостевую. Если не нужно, чтобы подключающиеся пользователи имели слишком много возможностей или вообще знали о существовании какой-либо еще сети, можно определить их в отдельную подсеть со своими правами доступа. В общем, Archer C80 – это отличное решение по соотношению цены, качество и характеристик. А эта крошка создана, чтобы раздавать интернет даже там, где его, кажется, быть не может, ведь работает на встроенной батарее и подключится к сети при помощи сим-карты. Задумка интересная, а в случае с роутером от Huawei еще и реализация на высоте. Они сделали карманное устройство весом меньше, чем плитка шоколада, затолкали в него разъем для сим-карты и аккумулятор. На выходе имеем полностью автономную штуковину, которая даст связь в любой глуши, докуда дотягивается мобильный интернет. Скорость соединения на уровне бюджетных стационарных решений десятилетней давности и составляет максимум 150 мегабит в секунду. Но, думаю, в ситуациях, где такой гаджет будет использоваться, этого будет достаточно. На канал 5 ГГц также рассчитывать не стоит, однако он здесь был бы ни к чему и только лишний раз потреблял бы заряд аккумулятора. Управлять этой малюткой довольно легко, ведь Huawei сделали отдельное приложение для смартфона. Далее на очереди самый топовый роутер в этой подборке и это снова модель от Asus. Она относится к той же серии, что и предыдущий игровой вариант, но это устройство более навороченное. Скорость соединения по воздуху еще выше и уже приближается к 6 Гбитам в секунду. Для проводного соединения имеется 4 LAN-порта по 1 Гбит у каждой, а также дополнительный комбинированный порт на 2,5 Гбита, который может работать как в LAN, так и в WAN режиме. Разумеется, есть отдельный WAN на 1 Гбит. Сразу два быстрых разъема USB 3.2 открывают пространство для экспериментов. Например, можно не отказываться от облачного домашнего хранилища при использовании роутера в паре с модемом. Фирменное приложение Asus Router позволяет нажатием одной кнопки минимизировать задержки по Wi-Fi, что будет крайне полезно мобильным геймерам или игрокам с ноутбуками. Понятное дело, что здесь также есть поддержка одновременной работы обоих диапазонов, Wi-Fi 6 и множество защит от взлома. Роутеры от Kinetic не имеют топовой начинки относительно своей стоимости. Например, от какого-нибудь другого производителя можно взять устройство со схожими характеристиками раза в 2-3 дешевле. Но фишка роутера в компании в программном обеспечении. Этот гаджет отлично подойдет тем, кто хочет иметь возможность гибко настраивать домашнюю сеть. Speedster K N3010 дает средний опыт использования между совсем базовой домашней моделью и корпоративными мощными роутерами с глубокой системой настройки и управления. Что же касается характеристик, то есть два диапазона со скоростью до 1167 мегабит в секунду, 4 гигабитных порта, а также возможность работы в режиме моста и повторителя. Как я и говорил, ничего особенного, так что перед тем, как слепо идти покупать подобное устройство, стоит немного изучить его суть и программные возможности, иначе есть риск остаться разочарованным. Впрочем, стабильное и быстрое соединение этот роутер обеспечивает в любом случае. Самая компактная модель в сегодняшней подборке – это снова Huawei. По сути, это то же самое, что было выше, но без аккумулятора. Да и вообще, честно говоря, это больше модем с функциями роутера. Тем не менее, устанавливаясь в разъем USB ноутбука, компьютера или планшета, эта кроха раздает Wi-Fi на скорости до 150 мегабит в секунду на 10 устройств одновременно в любой точке мира, где есть мобильная связь. Больше тут рассказывать особо нечего. В угоду размерам и производительности в маленьком корпусе набор функций наворотов сведен к минимуму. Напоследок, еще одна игровая модель от Asus, но чуть более скромная, чем две предыдущих. Так сказать, вариант для начинающих или экономных геймеров. Хотя назвать ее бюджетной все равно язык не поворачивается. Устройство обладает всеми программными наворотами, что и в более старших моделях. То есть, поддерживается уже знакомый AI-меш или снижение задержек через программу Asus роутер. С технической точки зрения роутер дает до 3 гигабит по воздуху, одновременную работу диапазонов 2,4 и 5 гигагерц. Кроме стандартного режима, можно использовать эту модель в качестве моста или повторителя сигнала. Проводное соединение обеспечивается 4-мя гигабитными портами LAN. Также от старших моделей здесь остался разъем USB 3.2 для подключения внешних жестких дисков или использования роутера с модемом. Вот такой получился топ. Надеюсь, я помог вам определиться с выбором. Делитесь своим мнением в комментариях, если купили или уже давно пользуетесь какой-то из этих моделей. А на этом у меня все. Если видео вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и кликайте по колокольчику, чтобы не пропустить еще больше интересных роликов. Ссылки на роутеры из топа вы найдете в описании. Всем удачи!